Дорожное хозяйство 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 и транспортной республики Александра Михайловича Соловьева. В министерстве он отвечал за финансовую составляющую работы ведомства. Соловьев маленький, именно так в команде главы Удмуртии называют Александра Михайловича, к дорожному строительству приобщился сравнительно недавно, а вот с семьей Соловьева Большого у него давней связи. Например, в число миноритарных акционеров, возглавляемого им долгое время Удмуртского промышленно-строительного банка, входила старшая дочь главы республики Евгения Сирик. Именно тогда Соловьев маленький стал главным порученцем Соловьева Большого. В связи с последними событиями остается только гадать, не потянет ли Соловьев маленький за собой Соловьева Большого. Гарантом здесь буду я. Это я вам обещаю, вы поняли, да? Обещаю вам. Никакого обмана быть не может. Да нет, конечно. Соловьев Большой действительно часто выступал гарантом многих неприглядных дел. Ну, как в той поговорке, все по-честному без обмана у волшебника Сулеймана. В 2003 году муниципалитет испанского города Альмаради выдает два свидетельства регистрации прав на недвижимость, владельцами которой стали Александр и Елена Соловьева. В Испании они приобрели два особнячка, расположенных в пяти километрах от побережья Средиземного моря. О своей зарубежной недвижимости государственный служащий в декларации о доходах предпочел не сообщать. Александр Михайлович декларировал лишь двухкомнатную квартиру площадью 44 квадратных метра и дом общей площадью 216 квадратных метров. По имеющейся у нас информации, испанская недвижимость приобреталась четой Соловьевых-младших для семьи главы Удмуртии Александра Соловьева. В пользу версии о близких, бизнес-связях семьи Соловьева-младшего и главы Удмуртии говорит и тот факт, что его супруга Елена Соловьева, на которую, напомним, в том числе оформлена испанская недвижимость и старшая дочь руководителя республики, уже знакомая нам Евгения Сирик, являются совладельцами ООО «Нерудпром». И на этом месте нам стоит вновь обратиться к интервью, которое дает журналистам Александр Васильевич Соловьев 10 мая 2016 года. Сегодня ходом строительства моста через Каму я доволен, в целом объектом доволен. Почему? Потому что, кажется, осталось и немного, но если цифру назвать, надо еще отсыпать 500 тысяч кубических метров земли. Ну и как Соловьеву Большому не быть довольным ходом стройки, если он отлично понимает, что все 500 тысяч кубических метров земли будут поставлены на стройку века из карьеров, находящихся в разработке ООО «Нерудпрома» предприятия его дочери и жены его порученца. В Ижевске по адресу «Металистов 33» зарегистрированы еще 4 компании, которыми управляют жена Соловьева Маленького и дочь Соловьева Большого. Одна из них – ООО «Соло». Фирма, по всей видимости, получила такое название именно потому, что все ее учредители без исключения носят фамилию Соловьева. Эта компания также занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров. За последние несколько лет через Министерство дорожного строительства и транспорта в виде госконтрактов прошло более 25 миллиардов рублей. Большая часть этих денег была освоена предприятиями так или иначе, связанными с ближайшим окружением главы Удмуртии, который, как мы помним, всю свою избирательную кампанию построил на обещании сделать дороги в Удмуртии лучшими в Приволжском федеральном округе. А в дальнейшем сделал все, чтобы все финансовые потоки проходили только через аффилированные ему структуры. И действительно, в своей деятельности по освоению бюджетных средств Александр Васильевич опирается на близких ему людей, можно даже сказать очень близких. В феврале 2014 года, когда Александр Соловьев старший только-только стал исполнять обязанности главы республики, он произвел первые кадровые перестановки в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Ведомство возглавил его преданный соратник Виктор Вахромей. А его заместителями стали недавно задержанный правоохранительными органами Александр Михайлович Соловьев и младшая дочь главы республики Юлия Александровна Башкова. И если первый отвечал, как мы уже говорили, за финансы, торги и закупки, то Башкова за проектную деятельность, ценообразование и приемку объемов выполненных работ. Дорожники должны заниматься дорожными делами. И мы с вами взяли еще себе плюсом в актив в том, что мы начали с вами помогать городам, нашим дворовые территории делать. Мы начали делать дороги к сад-огородам. Почему? Потому что, ну, это необходимо. Вы знаете, за 2014 и за 2015 годы в общей сложности дорожный фонд, это был, составлял, составил 10 миллиардов рублей. Мало этого или много? Ну, естественно, конечно, я сказал, что этого мало. Необходимо, чтобы бы им было побольше. Денег, конечно, бы хотелось побольше. Тем более, что основную часть автодорожных проектных работ в Удмуртии исполняла ОАО «Автодормоспроект». Руководили этим предприятием в последнее время только родственники главы республики. До перехода на работу в министерство дочь, а после зять Захар Милостивенко – гражданский муж старшей дочери Евгении Синьки. Если ты взялся понимать экономику и стройку, доходите до конца, разберитесь. Все, извините. Ну вот мы и разбираемся. Извините, Александр Васильевич, но на сегодняшний день стопроцентный пакет акций ведущего предприятия на рынке проектно-изыскательских работ дорожной сферы республики «Автодормоспроекта» принадлежит ООО «Байконур», владельцем и руководителем которого является Александр Степанович Мурашов, ваш близкий друг. Ведь не случайно он был вашим официальным помощником в то время, когда вы заседали в Совете Федерации. Стоит ли удивляться теперь тому, что ООО «Байконур» активно проявляет себя на автодорожном рынке? За последние два с небольшим года это предприятие получило госконтракты на поставку технической соли на общую сумму в 170 миллионов рублей. В эти же годы «Байконур» начал торговать ищебниками. А карьера Александра Мурашова с тех пор пошла в гору. За это время он стал не только депутатом Госсовета, но и председателем постоянной комиссии республиканского парламента. Получилось какое-то непонимание. Вот вы обязаны, никто никому ничего не обязан. Дорожники знают, где нужно работать, что нужно делать. Вот мне лично, как главе республики, то, что сделано, обидно. Обидно за республику, за тех людей, которые живут, за то, что сделано уже. Поэтому я просто прошу всех, не надо создавать панику и не надо завоевывать свой авторитет на том, что они увидели сиюминутно, понимая, что это будет устранено. Зарабатывать очки никто никому не давал такого права. Вот как модно стало писать в виде обращения к президенту Российской Федерации. Ну, съездите в республику Татарстан, города. Посмотрите, председатель правительства мне сегодня говорит, что там не лучшая ситуация. В тот же дорожный бизнес активно включился и бывший бизнес-партнер старшей дочери главы Удмуртии Евгении Сирик Булат Ахмедзянов. В свое время он являлся одним из учредителей ООО «Новые технологии», которая сейчас является ключевым поставщиком щебня песка и ПГС в республике. С 2014 по 2016 годы компания получила из бюджета контракты на сумму более миллиарда рублей. При этом торги в большинстве случаев проходили без участия конкурентов. Сам Булат Ахмедзянов также был одним из держателей доли в Удмуртском промышленно-строительном банке, работой которого руководил Александр Соловьев-Маленький. После прихода Александра Соловьева-Большого к власти фактическим монополистом на рынке поставок битума для нужд дорожных предприятий стала ООО «Титан Опт». Компания с уставным капиталом в 11 тысяч рублей и зарегистрированная в квартире дома по улице Степана Разина за последние годы получила государственные контракты на сумму более 300 миллионов рублей. И в этом случае торги также проводились на безальтернативной основе. Держите ли вы на контроле ситуацию в Ижевске? Будете ли снова контролировать дороги, которые на ремонт встали, лично заниматься этим вопросом? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что сегодня многие, ну, будущие кандидаты или еще кто-то, примазываются к тому, что эту улицу сделали они. Пусть никто об этом не говорит, врать нашим избирателям не надо. Сегодня партия «Единая Россия» и координатор этого партийного проекта делают все для того, чтобы улицы нашего города стали краше. Не только улицы, но и дворовые территории. Координатор проекта «Соловьев-Большой» действительно сделал все, чтобы никто не примазывался. В результате с лета прошлого года главным поставщиком асфальта в столице республики стало предприятие, принадлежащее еще одному другу семьи главы Удмуртии – Загиду Вахитову. Он имеет непосредственное отношение к компании, занимающейся строительством и продажей недвижимости в Испании. Круг замкнулся. Именно в Испании, как мы помним, Александр Соловьев маленький и приобрел в свое время два особнячка для семьи Александра Соловьева-Большого. И я, самое страшное, больше всего ненавижу крикунов. Те, которые сегодня ничего сами не делают, а кричат «кару». Да, кару. Я не буду сегодня называть те фамилии, которые это делают. Ну, бессовестно это люди. Они сегодня на горе, вот на этой ситуации, которая сложилась, они сами себя пиарят. На фоне всего вышесказанного сущей мелочью смотрятся те факты, что младшая дочь главы республики совмещает свою работу в Министерстве дорожного строительства и транспорта с членством в Совете директоров ряда дорожных предприятий Удмуртии, таких как Глазовский Дормосстрой, Можгинское, Ижевское, Сарапульское и Увинское дорожные предприятия. А на приватизированной территории Ижевского дорожного предприятия уютно расположился принадлежащий старшей дочери главы Удмуртии ресторанчик «Гриль-парк». Вот поймите меня правильно, нас слышит вся республика и нас видит. Есть желание работать, честно, пусть работают. Нет желания. Надо просто написать заявление и уйти. Уйти, чтобы не позорить. Это звание, чиновник, как его называют, нас часто называют. Но мы же с вами учились, мы стремились получить знания. И сегодня наша одна задача – честная работа. Естественно, не всегда все получается, как хотят жители. Но стремиться к этому надо. Нежелание. Не понимаю, почему. Желание заработать. Создать состояние хорошей семьи. Но есть хорошая прословица. Сколько вор не врать, то его не минуем. С другой стороны, у кого из нас мост не падал? Когда фильм был уже практически готов, стало известно, что правоохранительные органы республики провели беспрецедентные масштабные оперативные мероприятия в отношении более 30 юридических и физических лиц, прямо связанных с главой Удмуртии Александром Соловьевым. В том числе обыски прошли в домах и на местах работы дочерей главы Удмуртии Евгения Сирики и Юлии Башковой. Все эти люди и компании – фигуранты нашего фильма-расследования о том, как клан Соловьева сделал дорожную сферу Удмуртии, по сути, своей кормушкой. Мы будем следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok